Финал Могилёвской межгалактической лиги КВН состоялся в канун Дня студента 16 ноября во Дворце культуры области и собрал в зале настоящий аншлаг. Поддержать свои команды приехали болельщики не только из Могилёва, но и гости из Минска, Бобруйска и даже Баркалабова. За 10 минут до начала мы заглянули в гримёрки к командам с вопросами. Скажи, Юра, сколько мы готовились к финалам? Четыре дня. Но зато плотно готовились. В принципе, мы подготовились основательно. Вы думаете, это будет достаточно, чтобы получить чемпионский? Ну, в прошлом году получили чемпионский титул. Можно сейчас, в этом году чуть-чуть расслабиться. И не получить? Не получить? Нет, наоборот. Нельзя расслабляться. Получить дважды. Нет, нужно просто не проиграть себе, и всё, тогда у нас получится. Будем давить на жалость. Просить, если что-то не получают. Это же обычно не прокатывает. У меня прокатывает. Вы бы видели его деревню. Я именно так у мамы на конфеты просил деньги. Человек из красной слаботы. Это суть не меня. Ну, а на самом деле, нажалось и не пришлось давить. Близится замечательный праздник. День студента. Давайте посмотрим, как его планируют отмечать. Вот сегодня забудем. У-у-у! А как же всё будет на самом деле? Представьте недалёкое будущее. Факультатив белорусского языка. Проведание класс. Кто пойдёт к доске? Ну, Иванов, ты так ты. Давай перевод слов, которые я задавала на дом. Мебель. Ну, Марья Ивановна, не могу так и сказать. Что-то сложное, Иванов. Мебель. Мебель. Бля, что-то сложное, Иванов. Так, давай следующее слово. Кровящих-жестянщих. Громче, Иванов. Громче, Иванов. Страха, бляха. Ну, молодец. Ну, получается, что ты плачешь? Всё хорошо. У меня пачка страха, бляха. Двойки сегодня ставить будешь? Честно скажу. Даже в худшем варианте. Я вообще не сторонница плохих оценок. Прошлая игра, она немножечко как-то повернула вспять. И моё мировоззрение. И так сложилось на прошлой игре. За что я получила, кстати, титул «Самый неадекватный член жюри» в официальной группе ВКонтакте, исходя по голосованию. Но это была всё шутка, мне хочется так в это верить. Двойок ставить не буду. Сегодня не буду. Более того, я настроена на то, чтобы сегодня всем ставить исключительно высший балл. Главная новость игры. Команды «Барабаки» и Юрий Гагарин объединились и собрались покорять судей и зрителей. Своим внутренним миром. Богатым внутренним миром. А внешним? Ну, это само собой. Это даже не удивление. Это нормально, что мы выходим в костюмы каких-то странных. А странные поступки? Нет, всё вполне очевидно, адекватно и очень логично и умно. Моя колыка, твоя обитель, и ты уже решишь, что... Ребята, а кто это? Трохея пошла! Могилёвский КВН, он держит планку, держит уровень. Это самая взрослая лига Белоруссии. В 1986 году она была создана. Даже в Минске ещё не было как такового турнира. В Могилёве уже играли два вуза, машиностроительный институт и Могилёвский педагогический институт между собой. И хочется поддержать эту планку, не опустить эту планку, а наоборот увеличивать, возносить, возносить, возносить. И уже результаты команд наших могилёвских, которые прошли школу в Могилёвской лиге КВН, они уже говорят сами за себя. Интрига сохранялась до самого последнего конкурса. С минимальным разрывом Бруклин буквально вырвал победу у Радуги из Баркалабова. Теперь могилевчане готовятся к финальным играм в Белорусской высшей лиге и Брянской лиге КВН. Пожелаем им удачи! Редактор субтитров А.Семкин